Добрый день, уважаемые технологические предприниматели, разработчики программного обеспечения, разработчики в сфере геймдев, индустрии производства игр, развлекательного ПО, развлекательного, обучающего и всякого подобного цифрового контента. По нашим сведениям, правительство обратило внимание и на эту отрасль тоже, и в принципе готовит набор программ поддержки. Значит, что нам известно из этой сферы? Исторически первым появились льготные страховые, сгодные ставки страховых взносов, ну, примерно на уровне Сколково, да, то есть 14% ставка страховых взносов была установлена в 2018 году, с 2018 по 2023 год включительно. На сегодняшний день, конечно, она уже, скажем так, не совсем конкурентоспособна по сравнению с пониженным страховыми взносами аккредитованных премицыфрой компаний, да, но тем не менее, я думаю, что на 2023-2024 год, скорее всего, ставка будет приравнена. Ладно, значит, первые льготные страховые взносы, потом возмещение части затрат производителей цифрового аудиовизуального контента, если иностранные организации снимают на территории Российской Федерации, скажем так, кино, то есть какой-то видеопродакшн осуществляется. Правда, с февральских событий, я думаю, что с этой мерой, наверное, покончено, да, то есть она уже канула в лету. Значит, следующее. Какие нововведения? Появился относительно недавно, с 2021 года грант, так называемого Института развития интернета, ИРИ, многие его знают, грант на разработку цифрового аудиовизуального контента. Значит, какие номинации у этого самого гранта? Ну, во-первых, там присутствует разработка программного обеспечения, игр, видеоконтента, ну, например, поддерживается грантами затраты на разработку видеоконтента для VOID-платформ, контент для социальных сетей, развлекательное программное обучение, геймификация, эдукейшн, ну, по сути, игровообразовательный геймифицированный процесс и, собственно говоря, сами игры. Потом есть спецпроекты в интернет-СМИ, есть мультиформатный, мультиплатформенный контент, так, контент для соцсети я уже сказал. По сути, какие это, скажем так, формат контента, да? Какие тематики? Какие тематики? Значит, в конкурсе могут принимать участие проекты, освещающие выдающиеся достижения в области отечественной науки и культуры, качественные изменения сферах здравоохранения, образования, туризма, а также широкий спектр возможностей для самореализации и развития. Ну, естественно, необходима защита суверенитета страны и развития национального самосознания. Ну, то есть, с одной стороны, это называют вроде патриотическим, как бы, контентом, да? С другой стороны, ну, да, если кратко, то так. Если кратко, то так. Что интересно, у грантов на видео и аудио и вообще любой цифровой контент сумма снизу и сверху не лимитирована. То есть, фактически, ИРИ может быть накачан между бюджетными трансфертами, ну, по сути, только бюджетное ограничение, да, федерального бюджета, принимает решение об размере и об одобрении проекта специальный большой творческий, скажем так, продакшн-коллектив. Среди этого самого экспертного и принимающего решения совета вы найдете много медийных персон, вы найдете продюсеров и руководителей контент-продюсерских компаний, которые на слуху, на телевидении, да? Так, ну, собственно говоря, по вот этим... Ну, детали, детали, кому нужны, либо в рамках консультации вы ссылочки найдете под видео, либо там же по ссылочкам есть полное описание требований к заявке, описание тематики и так далее. Для тех, кто не ленится и любит читать, вся информация в открытом доступе на сайте у нас есть по ссылке, да? Так, теперь хотел бы сказать еще про конкурс так называемый. Так, это конкурс... Точнее, даже не конкурс, это, наверное, целая программа такая, да, под названием «Начни игру» для как раз отрасли game development, да, то есть для разработчиков игр на платформе «Россия – страна возможностей» новый геймдев-проект «Начни игру». Соответственно, это конкурсная основа. Предусмотрены четыре основных типа мотиваций для разработчиков. Акселератор для команды, гранты для разработчиков игр, обучение для разработчиков игр, сертификаты на поездки для разработчиков игр, стажировки для разработчиков игр. То есть, если чуть-чуть поподробнее, то ценные призы, партнерские гранты на финансирование, разработки и продвижение игровых проектов, созданных во время проведения конкурса, стажировки в компании с возможностью последующего трудоустройства команд и отдельных участников компании-партнеры, так, ценные призы, гранты на обучение в рамках выбранных профессий и сертификаты на поездки по России от программы «Больше чем путешествия». По ссылочке вы найдете всю необходимую информацию, за консультациями обращайтесь. То есть, в принципе, отрасли геймификации, разработки программного обеспечения, контента, тоже сейчас, помимо того, что она набирает популярность, правительство обратило на нее внимание и намерено поддерживать усилия в определенном русле. С вами был консультант решения ВРНРФ Сергей Маслехин. Удачи в реализации ваших проектов. Успехов!